Специально для общественного движения по борьбе с коррупцией Общественный комитет по контролю за делами коррупционной направленности и реализации программы президента РФ Коррупции точка нет Сотрудникам и инспекторам, которого я теперь являюсь Было выдано удостоверение, свидетельство Сообщаю о коррупции в городе Сургут Знакомьтесь, новый начальник полиции города Сургут или законотворчества по статье 286 УК 12 июля 2019 года был назначен новый начальник полиции города Сургут Кондрашов Руслан Сергеевич Он же Кабдрашов Нурлан Серикболович Он же Кабдрашов Нурлан Сергеевич Сменил отчество, имя, фамилию Подробнее можно почитать в статье Московпост Проработав 3 месяца в новой должности Кондрашов решил заняться законотворчеством и сделал приписку к федеральному закону, чтобы оправдать двойное незаконное проникновение сотрудников полиции в жилое помещение со взломом двери и хищением вещей Тем самым совершил преступление по статье 286 УК РФ в превышении должностных полномочий Заявление в порядке УПК-141 в приложении Сейчас мы его будем рассматривать Прокурор города Сургут Балин Леонид Алексеевич решил прикрыть преступные действия начальника полиции И ответил одной спиской сразу на 6 обращений в порядке УПК-124 и УПК-141 С формулировкой, что нарушений требований закона не допущено Документ прилагается Но можете почитать Вконтакте Сургутнадзор Кто такой Кондрашов Руслан? Начальник полиции города Сургут Можно почитать в интернете Очень много статей про него Как и почему и для чего он поменял свое имя, отчество и фамилию Набирайте вот такую строку Кондрашов Руслан Сергеевич, отчество И много статей про коррупцию Про его биографию Компромат.ру и так далее Кстати мы с ним виделись на встрече губернатора Хмао Югры Жителями города Сургут Он сидел в центре зала Справа от него сидел прокурор города Сургут Балин Леонид Алексеевич После того, как они меня увидели Они встали и вышли из зала и больше не заходили Вот прокурор города Сургут А это новый начальник полиции города Сургут 10 сентября нам удалось забрать часть похищенных вещей Которые были похищены 25 сентября прошлого года И 13 марта этого года На следующий день мы написали вот такое заявление С требованием об ознакомлении с материалами ОРН У МВД по городу Сургут находятся материалы проверки в отношении заявителя По которым проводились оперативно разысканные мероприятия С незаконным проникновением в жилище заявителя И хищением его личных вещей Ну и не только моих сотрудниками полиции 25 сентября 2017 года И незаконным взломом входной двери в жилище заявителя 13 марта 2019 года До настоящего времени взломанная дверь находится в очном коридоре Создавая угрозу для жизни и здоровья проживающих там малолетних детей Никаких мер по охране взломанного в отсутствии собственника жилища Сотрудниками полиции до настоящего времени не принято Вместе с тем, в соответствии с требованием части 8 статьи 15 федерального закона о полиции Полиция принимает меры по недопущению доступа посторонних лиц в жилые помещения И по охране находящегося там имущества Если проникновение сопровождалось действиями с предусмотренными частью 4 настоящей статьи Это все нарушено Ну а дальше то, что скорее всего их насторожило В настоящее время заявитель подготавливает материалы для судебного разбирательства По защите чести и достоинства и деловой репутации А также материалы для привлечения Бабушкина А.В. Антона Владимировича К уголовной ответственности по статьям 286, 285 и 303 УК РФ Кроме того, по обращению заявителя КРСОП номер 400 От 2 апреля 2019 года и 12 июня 2019 года Следственным отделом по городу Сургут Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Которое обжаловано заявителем в порядке статьи 124 УК РФ Данное постановление выносилось Следственным комитетам более трех месяцев Долго они сочиняли в оправдании своих незаконных действий При ознакомлении с данным постановлением Заявитель установил, что опрошенный в рамках проверки Старший оперуполномоченный ОСОУР по линии Т Бабушкин Антон Владимирович и его соучастник Запородский Н.А Дали показания о том, что в отношении заявителя Проводились оперативно-розыскные мероприятия Обследования помещений, зданий, сооружений, участков Местности транспортных средств по месту жительства Заявителя по адресу Косомольский 21.16 Дальше идет ссылка на закон Оперативно-розыскной деятельности На основании которого И требую ознакомиться со всеми материалами ОРМ Которые проводятся в отношении заявителя Вообще есть что-то на меня Хоть какой-нибудь уголовный Может я по какому-нибудь уголовному делу прохожу Я не знаю Может я обвиняемый, может подозреваемый, может свидетель Никто мне ничего не сообщал, никто ничего не присылал Ну и требую прислать данные документы Либо уведомить, где и когда я могу получить Было написано 11 сентября Далее получаем ответы из ОМВД ХМАО О том, что, во-первых, по результатам никаких нарушений заказательства не обнаружено Не нашли своего объективного подтверждения И дальше вам необходимо обратиться непосредственно в ОМВД по городу Сургут Ответил Шанаурин Хорошо, обращаемся в Сургут Что нам отвечает начальник полиции города Сургут 2 октября Он отвечает, что предоставить сведения в полном объеме не предоставляется возможным Единственное обоснование не приводит к закону о государственной тайне То, что там такое произошло, что это все защищено гостайной Но дальше Кондрашов, начальник полиции города Сургут Занимается законотворчеством Он к закону Вот он ссылается на закон федеральный об ОРД Вот это написано в законе А дальше он делает свою собственную переписку В том числе и жилого помещения Открываем консультант Федеральный закон 144 Об оперативно-розыскной деятельности Находим 8 пункт Об обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств Точка Вот этой приписки в законе нет Кондрашов занимается законотворчеством То есть превышает должностные полномочия Далее он сообщает, что вам ранее направлялись копии актов обследования вашей квартиры Сразу по двум датам По двум проникновениям Однако ничего этого я не получал И никаких доказательств, квитанции, ничего нет Никто ничего не прислал В ответ на отписку Кондрашова Написали вот такое обращение в порядке УПК-141 То есть сообщение о совершенном преступлении Заявителям подано обращение приложения 1 В МВД Сургута на ознакомление с материалами ОРМ В соответствии с требованиями закона Так, на электронный адрес поступил ответ из ХМАО Югры Шанаурина Согласно которой предлагаем вам обратиться непосредственно в МВД города Сургута МВД города Сургута В частности Кондрашов Ответил отказом в ознакомлении с материалами ОРМ В качестве обоснования своего отказа в удовлетворении законных требований Заявитель Кондрашов указал, что предоставить все сведения в полном объеме Не представляется возможным В соответствии с ПЗ ОБРД В рамках проведенного в гласном мероприятии Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств В том числе и жилого помещения То есть он сделал вот эту приписку к закону Вам ранее направлялись копии актов обследования Совместно с копиями постановлений судей Сургутского городского суда Шерстобитого ОВ Номер 860 и 92 от 12.04.2019 Вот смотрите Официальная версия, они искали трупный запах Из моей квартиры издавался трупный запах И по подъезду бегал неадекватный мужчина Вскрытие квартиры произошло 13 марта Через 31 день после вынесения постановления Это как так? Что, из квартиры воняло трупным запахом целый месяц? Только потом они решили вскрыть? В общем, нам точно известно Что вот эта дата была в постановлении вписана вручную Что говорит о фальсификации данного постановления Один из признаков Еще один признак Это приписка вот этой формулировки И вот постановление 860 В котором они еще не сделали приписку В том числе и жилых помещений Однако судья разрешает именно проникновение Именно в жилое помещение Разрешить при проведении оперативно-розыскного мероприятия Обследование помещений зданий, сооружений, участков, местностей и транспортных средств Проникновение в жилище А закон гласит, что в соответствии с пунктом 1 приказа МВД России Номер 199 Действие настоящей инструкции не распространяется на обследовании жилых помещений Они не могли не знать этого Они надеялись, что мы... Я просто этого не знаю То есть они умышленно нарушили закон Я им сразу сказал, что это фальшивое постановление Они меня не послушали Сделали приписку, что я якобы отказался от ознакомления От подписи отказался без объяснения причин Неправда, я объяснил причину Это фальшивое постановление Расписались непонятно кто Ни паспортных данных, ни фамилии, ни имени, ни отчества, ничего нету Даже Бабушкин сократил тут все Бабушкин Антон Владимирович По линии ты, по соур То есть вот это вообще непонятно кто В общем, они якобы все направляли Что типа якобы я ознакомлен И второй раз мы вам ничего не дадим И при этом уже ссылаются на гостайну А как же они раньше вот это все отправляли? Вместе с тем Кондрашов РС не привел ни одного факта Подтверждающего факт вручения или получения заявителем Приведенных им документов Что является голословным доводом Ничем не подтвержденным Так как сотрудники ОМВД России по городу Сургут Все свои оперативные мероприятия В отношении заявителя проводили С применением насилия опасного для жизни И здоровья заявителей и членов его семьи Без предоставления заявителю Каких-либо официальных документов Прикрывающих их беззаконие Которые они творили с жилым помещением заявителя А также с самим заявителем Одевали пакет на голову, пытали электрошокером И избили всю печень Заявитель крайне удивлен законотворчеством Со стороны начальника ОМВД России по городу Сургут А именно Кондрашов РС ввел в оборот Новое оперативно-розыскное мероприятие Обследование зданий и сооружений участков местности И транспортных средств В том числе жилого помещения Еще раз открываем закон Точка Приписки в том числе жилых помещений нет Вместе с тем В соответствии с требованиями Статьи 6 федерального закона 144 ФЗ Приведена выписка из консультанта Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий Может быть изменен или дополнен только федеральным законом То есть Кондрашов на себя взял полномочия По изменению федерального закона Полностью игнорировать данные требования федерального закона Кондрашов РС изменяет переведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий И дополняет его новым В том числе жилого помещения Изменив таким образом пункт 8 ст. 6 Федерального закона БРД, в связи с чем превысил свои служебные полномочия. Кроме того, Кондрашов превысил свои служебные полномочия, так как не выполнил требования от действующего приказа МБД, номер 199, который гласит, что данная инструкция зарегистрирована в Минюсте и действие данной настоящей инструкции не распространяется на обследовании жилых помещений, то есть дважды превысил служебные полномочия. К заявителю, его отцу и его знакомым была применена физическая сила и спецсредства. К заявителю применялись пытки в виде одевания пакета на голову, удара электрошокером в ногу и побои. Были похищены вещи заявителя и еще как минимум семерых человек на общую сумму более 400 тысяч рублей, причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Дверь в квартиру заявителя была взломана и стоит до сих пор в сторонке, угрожая жизни и здоровью заявителя, его отца, соседей, в том числе детей. Квартира заявителя не была опечатана и не были приняты меры по обеспечению сохранности имущества и квартиры. Все заснято на видео и зафиксировано документально и доступно в сети интернет по ссылке. Так, дальше ссылки на законы. При проведении оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека, вот это нарушено, на неприкосновенность частной жизни, тоже нарушено, личную и семейную тайну, тоже нарушено, неприкосновенность жилища, нарушено, тайну корреспонденции, нарушено, они использовали мою технику для общения с другими пользователями и провоцирования их. То есть, вот это все было нарушено. Не допускается осуществление оперативно-розыскной деятельности для достижения цели и решения задач, не предусмотренных настоящим федеральным законом. Тоже нарушили. Так, дальше говорится об обжаловании, что можно обратиться в вышестоящие органы, что мы и делали, к прокурору тоже делали, но вот в суд еще не обращались. У нас один выход остался, в суд обратиться, вплоть до европейского. Так, вправе обжаловании судебного порядка. Так, они обязаны предоставить судье по его требованию оперативно-служебные документы. Судья может обязать указанный орган предоставить заявителю сведения, предусмотренные настоящей статьей. Органам, должностным лицам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается Разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность с частной жизнью, личную, семейную тайну, честь и доброе имя граждан, и которые стали известны в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Без согласия. Они это все нарушили? Подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий. Провокация. Я об этом уже говорил, они переписывались от моего имени, подстрекали, склоняли, побуждали в прямой и косвенной форме к совершению противоправных действий. Совершали провокации. Фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности. Это тоже все нарушено. Прокурор или судья обязаны принять меры по восстановлению этих прав и законных интересов к возмещению причиненного вреда. Вот это не сделано прокурором. Причиненный вред до сих пор никто не возместил. Придется обращаться к суде, к суду. Нарушения настоящего федерального закона влекут ответственность. Прокурор никого не привлек к ответственности. Никого. С приведенной высшей нормой федерального закона БРД заявитель имеет полное и законное право на ознакомление с материалами РМ, на основании которых сотрудники ОМВД России по городу Сургут дважды проникали в его жилище 25 сентября 2018 и 13 марта 2019. Второй раз ссылка дана. Со взломом двери дважды проводили открытое хищение личных вещей юртехники заявителя. Большую часть из которых впоследствии уничтожили и привели в негодность. Видео об этом по ссылке. Отказ Кондрашова в ознакомлении заявителя с материалами ОРМ свидетельствует, что сотрудниками полиции города Сургут были сфальсифицированы результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении заявителя. В связи с чем Кондрашов незаконно отказывает заявителю ознакомиться с данными материалами, пытаясь избежать таким образом привлечения к установленным законам ответственности. Из приведенных высших фактов достоверно установлено, что Кондрашов превысил свои должностные полномочия, введя в установленный статьей 6 федерального закона ОРД вот такую строчку, в том числе и жилых помещений. При этом полностью проигнорировал требования инструкции, которые гласит о том, что данные мероприятия не относятся к жилым помещениям. Также он превысил свои должностные полномочия второй раз, когда незаконно отказал заявителю в ознакомлении с материалами ОРМ, указав заведомо недостоверные данные о направлении в адрес заявителя, копии судебных решений и копии актов обследования жилища заявителя сотрудниками полиции. Таким образом, в действиях Кондрашова РС усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ. Ну а далее требуем организовать проведение проверки по факту превышения должностных полномочий со стороны начальника МВД по городу Сургут Кондрашова РС. Три месяца всего проработал в новой должности. И требуем ознакомить заявитель со всеми материалами ОРМ, что до сих пор не было сделано. Уже более семи месяцев прошло, у меня до сих пор ни одной бумаги о том, что это было вообще. Вот такая сложная ситуация возникла у начальника полиции Кондрашова Руслана. Либо он признает, что все действия были незаконны, либо он осознанно идет на преступление и делает приписку к федеральному закону, тем самым беря на себя ответственность за превышение должностных полномочий по статье 286 УК. Вполне осознанный выбор. И он свой выбор сделал. Вот такая отписка от прокурора пришла. Мы выяснили, что... Вот он пишет, что ваши 6 обращений, поступивших в прокуратуру города, таких-то почему-то 5 дат приводит. 6 обращений за 5 дат. Мы выяснили, что в период с 13.09.2019 по 9.10.2019 нами направлялось 13 обращений, 11 из которых в порядке УПК-124 и 2 обращения в порядке УПК-141. То есть это сообщения о совершенных преступлениях. Все они были рассмотрены непонятно как. Прокурор города Сургута решил отделаться от всех этих нарушений и доводов одной отпиской. Она перед вами. Смысл этой отписки? Нарушений требования закона не допущено. Доводов, требующих дополнительной проверки, не имеется. Не опровергнут ни один довод, ни одно сообщение о преступлении. Благодарство. Субтитры создавал DimaTorzok